Если верить в то, что именно красота спасет мир, то здесь, в этом зале, беспокоиться о судьбе цивилизации уж точно не стоит. Два творческих этапа, три недели напряженных, репетиции перед финалом и десять красивейших девушек в области, готовых родиться в сошеланной тяжести. Современные красавицы должны идеально выглядеть как в деловой одежде, так и в вечернем платье. Важны не только высокий рост и фотогеничность девушки, но и умение преподнести себя. Что касается моды на лица, то она, говорят эксперты модельного бизнеса, как и прочая, изменчивая капризна. На сегодняшний момент я считаю, что мода идет на такую славянскую внешность. Все должно быть натуральным. Натуральная красота, никаких искусственных каких-то волос, ресниц. Красивая фигура, красивые черты лица, обаяние, харизма, образование, интеллиг. Оценивать качество красоты крайне сложно. Человек красив не только снаружи, но и по внутренним качествам. У всех своих критерий качества красоты другого человека. Интеллектуальные способности красавиц оценивают отдельно. Вопросы каверзные и не очень кому как повезет. По фамилии кого сегодня называют самые красивые элементы, которые используются в бижутере. И вот он долгожданный момент. Мисс Самара 2013 становится 22-летней Анастасией Прудниковой. Красавица работает, занимается музыкой, танцами и, между прочим, получает третье высшее образование. Мне безумно приятно. Моя мечта сбылась. В принципе, сложного ничего нет. Я все делала от души, улыбалась тоже я искренне. Поэтому мне все очень легко удалось. В подарок победительницы не только титул и хрустальная диадема, но и возможность участвовать в конкурсе красоты Мисс России 2013 и путевка за границу. Продолжение следует...